Как встречается с ними? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Смотрите, тогда если надеетесь спасаться у Аллаха, встречаться с ними с хорошим результатом, тогда делайте хорошие, благодейственные дела и с намерением без соучастника с Аллахом. То есть, я это делаю именно ради Аллаха, не ради чего-то или кого-то мимо или кроме. Только ради Него. Тогда принимаются двои поступки, принимаются тогда двои деяний и вознаграждается. И таким образом, наш великий ученый Аль-Фудайль ибн Айад сказал, Аллах не примет никакой деяний и не вознаградит за эти деяний. Только при двух условиях. Только при двух условиях. Деяние должно совпадаться с деянием пророка. И намерение должно быть единственное ради Аллаха. Если одно из этих двух условий нарушается, тогда этот деяние безболезен. Тогда этот деяние безболезен. Давайте посмотрим, фактически пророки таким образом нам рассказывали. Таким образом нам и так рассказывали. Хадис передается со слов Аби Хурайра. Со слов Аби Хурайра. Говорит, я слушал пророка, мир ему и благословение. Сказал, берви, 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 берви три человека начинается огонь их зажигат. То есть, Джаханнам, ад, пока ни одного человека туда не зашел. Берви, кто зайдут в Джаханнам, не думайте не верни люди, не думайте атеисты, не думайте буддисты. Именно три мусульманина. Абу Хурайра не смог это продолжать, просто так рассказывать этот хадис. Он плакал прежде, чем рассказывать. Знаете почему? Потому что эти три мусульманина и, может быть, и известные мусульманина. И, может быть, эти люди устали и работали, и старались работать. Берви, этот человек, Аллах его зовет, говорит, иди сюда, я тебе давал благо, я давал здоровье, я тебе оживлял, я давал тебе жизнь и давал благо. Ты что делал? Он говорит, ой, Аллах, я учился Коран, научился и учил ради вас. Аллах тогда говорит ему, ты льжешь, и ангели утверждают, говорят, ты льжешь. Ты читал Коран, научился Кораном и учил другим, другим учил, или других учил Коран. И у тебя намерение не было ради Аллаха. У тебя намерение было, чтобы люди тебя уважали и сказали, вот он ученый. И люди уже сказали, а это для тебя вот такое вознаграждение, ты ожидал, у тебя вот такое было. И Аллах приказывал, его тащили в жахонном, тащили его вверх ногам, и его выбросили в жахонном. Значит, вся его жизнь, он читал Коран, научился Коран и учил Коран. Это его работа, забота. Но, здесь сердце не было именно это ради Аллаха. Именно было или собирать деньги, или собирать уважение. Не так? Авторитеты, чтобы у него было, у нас, как у вас и многих, человек еле-еле начинает читать Коран, и сразу остальные, потому что обычно народы неграмотные, именно я имею в виду Средней Азии и так далее, извините. Я не общий, понимается. Если человек начинает читать Коран немножко бороду и на руках немножко тасбих, сразу другие, потому что любят ислам, просто не знают, в чем дело. Немножко читают Коран, может быть, и не точно произносят его, сразу начинают его уважать. Я не говорю нельзя уважать, обязательно надо уважать читателя Корана, надо уважать. Но этот читающий Коран, и чтобы не было это у него в сердце. Пускай уважают, الحمد لله, спасибо вам. Но именно в сердце это никто не узнает, только Аллаха. Только Аллах узнает, что у тебя лежит в сердце. И именно всегда ты должен обратить внимание на сердце. Я это читаю, учусь ради чего? Чтобы завтра получить диплом и получить хорошую работу и хорошую зарплату? Если у тебя это намерение, значит, ты пропал. И твой жизненный труд у тебя пропадает. Ты возьмешь за это вознаграждение в этой жизни, зарплату будешь получать. Все. У Аллаха ты дойдешь, говоришь, я хочу моё вознаграждение. Он говорит, у тебя намерение было получить зарплату в жизни, и ты уже получил. Что от нас хочешь? Второй человек, человек, который воевал и умер на пути ислама. Именно воевал на пути ислама. То есть при джихаде. Аллах его зовет. Иди сюда. Я тебе давал здоровье, давал жизнь. И тебе все, что нужно было для существования, я все тебе давал. Благи не читаются, не читаются, сколько благ я тебе давал. И что ты им не делал? Он говорит, я Аллах, я тренировался, я был хорошим офицером или хорошим генералом, и я воевал ради вас и умер на эти пути. Аллах говорит ему, ты врешь. Ты воевал не для меня, не ради меня. Именно намерение в сердце не было этого. Намерение у тебя в сердце было, чтобы люди от тебя сказали, смотри, он какой храбрый. И люди уже сказали, тогда возьми от них вознаграждение. У тебя намерение именно, чтобы они распространили твою храбрость? Они уже сказали. Именно, чтобы ты вошел в историю, сказали, вот такой человек является национальным героем? Уже написали, вот это твоё вознаграждение. Именно принимается тот человек, который воевал, умер или даже не умер, учился или даже не учился, именно чтобы, что он делал? Что он делает? Именно, чтобы было ради Аллаха. Не ради того, чтобы они не хвалили, или отблагодарили, или авторитет я приобрел, или престоль, или, или, нет. Это будет, я не возражаю. Если будет, не возражаю. Но именно не для этого я делаю. Я именно и всё, лишь, только делаю ради Аллаха. Поэтому не хочу, чтобы вы бутали этого. Не надо сбутать этого. Абу Аюб Аль-Ансари говорит, спрашивает пророка, говорит ему, ой, пророк, я, я не знаю, Абу Аюб или Абад-Дарда, один из них уверен, иншаллах. Говорит ему, я, Расул Аллах, я делаю дела ради Аллаха. Скрываю эти дела, чтобы никто не видел. И именно ради Аллаха я делаю. Или читаю намаз ночью, когда все люди спят, чтобы никто не видел, потому что я это делаю ради Аллаха. Или я даю кому-нибудь ради Аллаха, чтобы никто другой не видел. Но я это делаю ради Аллаха. Не делаю, в сердце никакое чувство, что я это делаю ради кого-то. Ну, утром я проснусь, или через месяц, через полтора, через некоторое время, уже люди знают об этом, начинают мне хвалить. Я боюсь, ой, пророк, эта хвала будет равняться моим вознаграждениям, тогда я буду беднее у Аллаха. Он сказал, нет, Абу Айуб, если ты делал ради Аллаха, значит это ради Аллаха. Если люди после этого, ты не имел никакого намерения для этого, тебя уважали, тебя хвалили, знай, что это ранние, ранние вознаграждения для тебя, и большое вознаграждение у тебя ожидается там. То есть это как бы, понимаете, как арбон, арбон как понимается. То есть ты хотел ради Аллаха все, а если они знали, ты их не имел в виду, они знали и вы хвалили, обрадовайся тогда, ничего. Понимаете, поэтому мы должны разрешить это. Третий человек, тот человек, который Аллах ему дал богатство, богатый человек. И тратил деньги, право, лево и так далее. Аллах его зовет в день страшного суда. Судит, это первые три человека, они будут зажигаться в огне. Будут получать самые первые наказания. Аллах ему говорит, говорит, я тебе давал возможность, жизнь давал все блага и так далее, и ты стал богатый. Ты что делал? Продолжение следует...